Субтитры сделал DimaTorzok Прямо специально для этого запущу стрим Специально для этого завтра запущу стрим И посмотрю это прямо на стриме Просто потом скажи мне, осведоми меня, когда будет известно во сколько и когда оно выйдет Я специально для этого запущу стрим Чтобы просто глянуть, что ты там такое снял Итак, снова здравствуйте, дорогие телезрители Сегодня с вами снова, как всегда, я, Савель Анатолий И наш канал, и наши любименькие красноухие черепашки Как я докатился дожезить такой Что вот столько черепах в экваторариуме, и там еще фаня Сейчас вы увидите Это просто сенсация Дорогие друзья, вы не представляете В кормушке происходит спаривание Спаривание черепах Фаня и... И Машка, что происходит? Что происходит? Как так могло получиться? Как? Так, вы почему спариваете? Что происходит? Ну-ка я вас сейчас пересажу в экваторариуме Короче, дорогие друзья, спаривание красноухих черепах Машка спаривается с Фаней Я вообще, я, я просто в каком-то... Я... Что происходит? Обалдеть! Вы посмотрите, что происходит просто Фаня спаривается с Машкой Вы поглядите, что происходит Надо бы это поподробнее снять Вот это история Вот это случай, так случай Вот это происходит, конечно Вот это да Вот это да Нет, Машка, уже не выберешься Уже все Он к тебе прицепился мертвой хваткой Обалдеть, обалдеть Вот Можете увидеть, смотрите Происходит спаривание Вот это дела Вот этого я уж вообще совсем не ожидал Вот это тут происходит Происходит спаривание Фантик Фаня оплодотворяет Машку Что за дела? Что за дела? Как? Что происходит? Вот это так номер Номер так номер Так сказать Половой орган ввел Свой Ей в клак И все Теперь мертвой хваткой Там прицепился Не отцепится Все Я вообще Такого не ожидал Абсолютно Вот это номер Вот это номер Черепахи меня прям Запранковали Номер так номер Так номер Этот ролик Скорее всего Без особого Монтажа будет Но Господи Что происходит? Моему Удивлению Нету конца Просто Обалдеть Можно Обалдеть Спаривание Фани И Машки Я вообще Такого Представить Даже не мог Как такое Могло Случиться Пока Пересадил их В кормушку Собственно Производил Подмену воды Они вон Что сделали Вы просто Полюбуйтесь На них Вот это Просто посмотрите Вот даже Можно Разглядеть Это уже Получается Второй Ролик Про спаривание На канале Как Такое Могло Произойти Как Я конечно Понимаю Что их Лучше Не тревожить Но я бы Поподробнее Все это Дело Рассмотрел Происходит Спаривание Ну так Что Все Машка Теперь Будем Ждать От тебя Яиц Ох Хлопот Мне Конечно Теперь Будет Ну Да Да Уж Вот Такого Я Совсем Не Ожидал Ну Надо Ж Ну Надо Ж Господи Обалдеть Вот Это Приколы Происходят Вот Я Фаню Взял И Вы Видите То есть Вы Видите Что Происходит Вот Он Фаня Он Сразу Как Прицепился Сразу Самцы Становятся Собственно Расслабленными Как Камешек Такой Плавает Я его Приподнял Я увидел Он пузыри Пускает Ему Дышать Нечем Я его Приподнял И он Собственно Начал Дышать То Видите Что Происходит Обалдеть Можно Обалдеть Мои Холесии Такие Ой Мои Холесии Вы Конечно Меня Порадовали Здраво Здраво Так Меня Порадовали Обалдеть Вот Это Тут Происходит Конечно Вот Это Тут Происходит Вот Это Нонсенс Конечно Вот От Меня Вы Удивили Конечно Мои холёсенькие. Ой, мои лапыцкие. Обалдеть. Обалдеть просто можно. Вот это вы меня удивили. Какие у меня эмоции яркие. Господи, я прям вообще обо всём сразу забыл. Обо всём. Вот это радость. Вот это нонсенс. Вот это тут, конечно, происходит. Просто обалдеть. Тут уже и Фаня куда-то поплыл. Вот это тут нонсенс, конечно, происходит у нас. Половой орган. Половой орган. Половой орган самца. Вот вы можете рассмотреть. Обалдеть. Половой орган Фаня. Он только что сейчас отцепился от Машки. Вот сейчас влазит внутрь. Просто можно обалдеть с этого, со всего. Вот он, половой орган. Фаня. Обалдеть. Вот, то есть, это абсолютная норма. Если вы видите, что у самца половой орган, ну, то есть, такое что-то свисает. Это вот половой орган самца. Обалдеть. Можно углажним. Ну, просто так не нужно делать, но я вам покажу. Все. Отцепился он от Машули. И, соответственно, все. Он его обратно вобрал. Из реагированного состояния выходит потихонечку. Отцепился наш Фаня. Обалдеть, Чепочки. Обалдеть. Вот это вот вы меня удивили. Вот это вы запранковали с Машкой меня. Да, Фаня? Вот это вы, Анатолия, удивили их, конечно. Я просто... Я не могу. Хоть бери их и оставляй вдвоем пока что в этом акватерариуме. Вот это да. Ну, я вовремя, так сказать, среагировал, сразу увидел, пересадил их в большой акватерариум, чтобы они по-спокойненькому уединились. Обалдеть просто, дорогие друзья. Вот это приколы. Все, теперь наш герой сидит на бережке. Пусть пока что здесь будет. Его отца я сюда сажать. Ну, пока что не буду. Ну, как бы два самца пока... Ну, не надо. Вот. Пусть с самочками здесь плавать будет наш Фаня. Ну, по правде сказать, вчера не было возможности отснять. Он прям такие красивые ухаживания за Машкой делал. Господи, она бы понравилась. Были яйца! Появились черепашата! Сначала все началось с ухаживаний Микаэла и Рафаэля. Потом она откладывала яйца. Я за ними хлопотал. Появился Фаня и Моня. Вот наш Фаня, да? А теперь он спаривается с Машкой. Как? Как такое могло произойти? Господи! Ой, ты мой хороший. Ты мой холесенький такой. Ой, ты мой холесенький. Присидит отдыхать на бережке. А наша героиня плавает в воде. Машуля. Обалдеть! Вот это вот я вот снял. Вот это материал. Пап взрослел наш самец. Наш малышочек. Собственно, малыши, 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 малыши. Вот вам и малыш. Взял, оплодотворил Машку. Вот это малыш, так малыш. Короче говоря, посадил Донку, Микаэллу, Машку, Сарочку вместе с Фантиком. Вот наш Фаня. Здесь, соответственно, и мама. Вот он с мамой. Фаня. Вот он с мамочкой со своей, да? Плавает сейчас на данный момент. Кстати, они прям сразу так вместе начали плавать. Вот Сарочка. Микаэлла. Микаэлла, мамочка. Наш Фаня. Ну, а Рафаэль с Мони пока что в отдельных контейнерах сидят. Вот, соответственно, в женском коллективе наш Фаня. На него Доночка так смотрит. С любопытством. Теперь наш Фаня среди самочек сидит. Фантик. Чисто теперь в большом акватерариуме пять черепах сидят. Самочки и один самец. Тем временем Рафаэльчик с Мони сидят в кормушечке. Так сказать, отдыхают. Вот это, конечно, нонсенс. Вот это история. Вот это случай, так случай происходит. Теперь посмотрим, понаблюдаем, что там и как будет дальше. Как будут дальше развиваться события. Буду вести хронологию. Вот это, конечно, случай. Я прям не могу от этого отойти. Теперь будем пока что вот так вот содержать самочек и Фаню. Напоминаю, дорогие друзья, что спариваются только здоровые черепахи, только в здоровых условиях. Пригодных, как говорится, 26 градусов температура воды и максимально такие благоприятные условия. Ну, теперь будем смотреть. Будем смотреть, что будет дальше. Собственно говоря, Фаня изучает. Изучает самочек. Присматривается. Вот он опять к Машке. Ну, Машка, это прям его самое любимое. Они прям вообще, прям ластятся. Он прям к ней, к ней, к ней, к ней постоянно. Он с ней. Он прям с ней. С ней. И всё. Никуда от неё не отплывает. Только спарились и теперь опять к ней. К ней, к ней, к ней. Ну, теперь ему прям хорошо. Так сказать, один с самочками. Одни самочки и Фаня. Она ему прям очень понравилась. Фаня, Машка. Как он на неё смотрит, так сказать, ласковыми глазками. А Доночка давно не видела свою сестричку Машку. Тоже её рассматривали. Вот они её окружили. Доночка, так сказать, рада, что встретила Машку. Ну, а Фантик, Фантик только около Машки. Крутится и крутится. А Донка даже и не против ухаживаний. Он со всеми активничает. Но всё-таки пространства очень много. И поэтому здесь им прям вожделение. Прям. Но Фантик не может. Он только с Машечкой, только к Машке. Просто, просто, ну просто можно, я не знаю. А Балфаня прям мощный самец. Куда помощнее своего отца. Только спаривание прошло. Он уже хочет ещё. Он уже опять, соответственно, к Машке подкатывает. Да и других параллельно рассматривает. Ну, а наши самые взросленькие самочки, самые крупненькие, ну, Микаэла и Сарочка, как всегда, сидят вместе. Они у нас такие закатычные подруги. Всегда сидят вместе. Всегда находятся, в общем, отдельно, скажем так, от, в кавычках, молодёжи. Которые плавают здесь, носятся, спариваются. А Сарочка с Микаэлой сидят. Крупненькие наши. Фантик строго, строго у Машки. Строго с ней. Она как-то не особо желает. Строго только у ней. Ну, вот это вот у нас неожиданная парочка образовалась. Очень неожиданная. Чисто случайно посадил Фантика в кормушку к Машке. И вот такое теперь происходит. Она ему очень уж очень понравилась. Фаня строго сидит именно у Машки. Он только с ней строго прям. С ней плавает и всё. С ней, за ней. Пантик начал рассматривать. О! О, о! Хвостиком, хвостиком. Хвостиком. Ух ты, ух ты! Гляньте, как он хво... Ух ты, ух ты, ух ты! Видали, как он хвостиком под хвостик? Увидал, так сказать, Сарочку. Огромную баржу. И как-то начал тоже подвиваться. Не, он в основном с Машкой плавает. И в основном с ней. А здесь увидал он Сарочку. Немножечко начал. Вот это у него, конечно... Прямо потребности. Прямо вообще. Он прям вообще... Гляньте, какой разъярённый. Прямо какой-то альфа-самец. Вот это, конечно, постарались Микаэла с Рафаэлем. Так сказать, произвели на свет такого активного самца. Он прям вообще... Обалдеть можно. Всех самок здесь, наверное, у нас. Обалдотворить совсем тут, ну... Вот это, конечно, посадил их к нему. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Что, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте классы. Надеюсь, данный ролик вызвал у вас бурю эмоций. Будем наблюдать за дальнейшим житием черепашечек в таком составе. Будем смотреть, что у нас, как будет дальше. У меня такие просто яркие эмоции. Сейчас все черепашечки собрались в один угол. Общаются. В общем, подписывайтесь, ставьте классы. Всем пока-пока. Ждите новые видео.